Всем привет! Меня зовут Ольга. Спасибо, что заглянули на мой канал. Я всё ещё в Беларуси, поэтому ещё одно такое лёгкое видео, просто чтобы не исчезать с канала. Сегодня покажу вам все раскрашенные работы в книжках Джоанны Бесфорд. У меня 5 её книжек. Нету рождественской. Как-то она меня не особо впечатлила. Не захотелось мне её. Самое первое было Затерянный океан. Я помню, как я пришла в книжный и увидела 3 её книги. Уже к тому времени они вышли. Но для меня это всё было в новинку. Я их видела впервые. Я не знала, какой из трёх выбрать. Так они мне понравились. Я прям была всякая, ах, какая прелесть! Хочу, хочу! Но в итоге выбрала всё-таки Затерянный океан. Ну, как-то мне морская тематика, наверное, больше по душе. Вот. А уже остальные две. Вот этот Таинственный сад и Зачарованный лес. Это я уже позже купила. Удивительные джунгли мне подарили. Ну, вот последнюю. Айвей и чернильную бабочку тоже я сама купляла. Потому что, ну, мне как-то понравились немного другие рисунки там. Так, прошу прощения за свою кошку. Она хочет кота, а я не даю. Вот так ходит, поэтому там жалуется. Так, ну, начнем с Затерянного океана, естественно. Две такие рыбы я раскрасила. Фон здесь у меня акрилом. И что я заметила, вот акрил довольно странно выглядит на камеру. Его и фотографировать тоже не очень. Вот особенно это. Смотрю в камеру и вижу, выглядит там намного ужаснее, чем вот в реальности. В реальности, в принципе, симпатично все так. Переходы, плавно это все. На камеру какие-то, не знаю, маски какие-то выступают. И здесь, и здесь тоже акрил. Вот, а рыбы сами, это карандаши. Не помню уже, какие. Давно было. Так, следующее. Вот такой вот морской орнамент, скажем так. Здесь вот, если присмотреться, это вот там белые такие вот точки, белые гелевые ручки сделаны. На камеру так они особо не видны. Почему-то вот мне здесь понравились всякие такие вот... Ой, узорчики раскрашивать. Это тоже одна из первых работ была. Измрудный замок, а здесь, помню, здесь карандашами маппет раскрашивала и фон пастелью. Ничего такого крутого у меня тогда не было. Ну, симпатичная, яркая, маппет, хорошие карандаши. Вполне себе можно создавать красивые картинки. Ой, здесь я акварелью пробовала. Вот этот вот зеленый. Ну, как-то так не очень получилось. Ну, как есть, так есть. А звезда с амолайнерами. Так, вот это вот одна из моих мелкодетальных работ. Если кто помнит, вот в июне я показывала потолок мавзолея Бухары. Очень мелкодетальная работа. Ну, вот эта вот вторая такая тоже заняла уйму времени. Вся вот эта мелкота. Как целая картинка всегда смотрится эффектно и красиво. Вот такие вот мелкодетальные страницы. Ну, раскрашивать их, конечно, это нужно терпение ангельское. Так, вот эта тоже была одна из первых, которые я раскрасила. Тоже карандаши маппет и фломастеры. Вот на коньках. А фон, помню, пять слоев я накладывала. Этого маппет карандаша. И вот видите, как хорошо получился равномерный такой фон. А это все тоже лайнеры и фломастеры кое-где. Тоже такая типа мандала. Узорчик. Ну и все. И в этой книге я больше всего раскрасила. Вот понравится то, а не понравились эти книги. Но почему-то раскрашивать, я не знаю, особо не идет. Вот посмотришь, посмотришь как-то. И не знаю, и откладываешь. Таинственный сад. Здесь какая-то бумага мне попалась. Я не знаю, во всех ли изданиях такая. Она какая-то вот чересчур бежевая. И поэтому не все хорошо смотрится на ней. Вот это кофейное дерево такое. Это лайнеры и фломастеры, по-моему, все я тут раскрашила. А, и немного металлический. Карандаш Derwent. И гель-вы ручки с блестками. Не видно никакого ни металлического блестка, ни блесток. Блестки подтирались, наверное. Ну, так, брянности немного видно. Вот такая вот зимняя получилась картинка. Нравится мне, как выглядит. Рисунок летний, а картинка зимняя. Вот так бывает. Так. Вот это вот одна из страниц, где вот был один этот кусочек только. И остальное, типа, сам дорисую узор. И что хочешь? Ну, вот пыталась и тут дорисовать. Такие каляки-маляки. Ну, вот так вот издалека ничего так смотрится. А эти все вот птички, бабочки, пчелка. Это все стикеры такие для раскрашивания. Что очень удобно мне. Не надо ничего саму рисовать. Раскрасил и приклеил. Ну, и вот нормально. Ну, и здесь вот внутри тоже стикер приклеен. Остальное тоже лаймеры, фломастеры. Тоже довольно мелкая работа. Такая вот монотонная. Дальше вот такие. Хоризонтема. Это я раскрашивала на камеру. Раскрашиваем и болтаем. Есть, по-моему, 4 видео. Процесс раскрашивания. Так, вот это одна из моих вырвиглазных картинок. Тоже у меня есть такая серия. У меня все по сериям. Мелкодетальные, вырвиглазные. Вот такая вот. Я заметила, когда вот какой-нибудь такой хмурый день мрачный. Вот я берусь раскрашивать. Тогда получается вот такое вот у меня. Не хватает яркости, наверное, снаружи. Поэтому. Так, вот такой вот лабиринт. Тоже вот все такое мелкое. Но это не так. Я не отношу их к мелкодетальным. Потому что все-таки поменьше тут их, этих деталей. Так, и последняя. Ну, вот такая тоже. Здесь я уже не стала этот узор рисовать. Так оставила. Здесь вот тоже птичек в стекер разместила. Ну, незамысловатые такие картинки тоже вот для расслабления. Ой, вот это совсем у меня не идет почему-то. Я купила ее по большей части из-за этих вот драконов, которые в конце, да, вот эти вот. Но до сих пор до них руки не дошли. Но все-таки хочу их раскрасить. Потому что, в общем-то, эту книгу я купила именно из-за них. Остальные рисунки как-то мне кажется немного детскими. Может быть, поэтому мне так не тянет ее раскрашивать. Ну, вот лесу такую раскрасила здесь. Никаких таких заморочек. Я знаю, видела картинки. Там и фон какой-то рисует. Лес. Не знаю. Целую историю. Ну, вот меня книжки Джоанны на такие вот раскрашивательные подвиги не вдохновляют. Ну, вот как есть, так есть по простенькому. Раскрашу, в общем-то, не вызывает она мне желания что-то вот креативное придумать. Дальше удивительные джунгли. Это вот мне подарили ее. Ну, тут чуть больше я раскрасила. Не одну. Больше, чем одну. Вот такой тоже узор Мандала. Еще тогда у меня не было белогелевой ручки. Я чем-то эти белые точки. Такие акриловые, типа маркеры. Они довольно толстые, поэтому было трудно эти вот точки делать. Но все-таки сделала. Так вот. То, что вам здесь аквамаркеры и карандаши. Вот тогда у меня аквамаркеры появились. Так. Ну, вот тоже довольно детальная работа, хотя и не очень мелкая. Так. И последняя. Это вот такая бабочка. Здесь акрил тоже я пробовала. И вот на ней... Не знаю, не блестит она так. Бабочка сама такими металлическим акрилом раскрашена. Она такая вот поблескивает, как бы. Мягкий такой блеск металлический. Ну, афона обычным акрилом. Такой вот. И вот последняя книга. Это Айвич Огнили Бабочка. Когда показывала я свои выполненные работы за июнь, почему-то я забыла показать эту работу. Одна из моих любимых в том месяце. И вот совершенно. Я вспомнила только уже, когда разместила видео. Думаю, вот что-то я же эту картинку не показала. Ну, вот сейчас покажу. В июне я ее раскрасила тоже. Вот такая. Почему-то вот сразу мне захотелось эту раскрасить. Картинку в этой книге. И именно такими цветами. Вот бывает такое вот. И есть видео, как я раскрашиваю эту картинку. Ну, оно больше, конечно, для новичков. Или для тех, кто хочет вот точно так раскрасить. Там без ускорения. И вот показываю, какие цвета я беру. Как раскрашиваю. Вот. Ну, если кто заинтересуется, можете найти это видео. Вот. А эта книга, вот, пожалуй, из всех книг Джоанны, вот это моя любимая. Я знаю, многим не нравится, что здесь история, да, вот как бы лишняя. А мне вполне вот, как бы, сам иллюстрируешь книжку. И дракоши тут всякие. Ну, немного по-другому здесь у нее отличается. Поэтому, вот, мне понравилось. А ее новая книга, ну, не знаю, как она там будет. Забык называть, но что-то с цветами связано. Поэтому, думаю, ничего там нового не будет. Будет обычный Джоанна стиль цветочный такой вот. Думаю, эту книжку я не захочу. Ну, вот. И все на сегодня. Надеюсь, немного вас развлекла. Спасибо за просмотр. И до следующего раза. Пока.